МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстанам не стоит бояться возвращения лихих 90-х. Домыслы о всплеске преступности, которые появились после убийства 16-летнего Ширзата Булата в Толгаре, не соответствуют действительности, об этом заявил заместитель министра МВД. Число всех зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом на 8 тысяч меньше. Количество дел, заведенных по статье убийства, такое же, как в аналогичном периоде прошлого года. Поэтому для наших граждан опасности нет. Большое внимание расследованию этого убийства уделяют и депутаты. Мажелесмен Ардак Назаров баллотировался именно от Толгарского района. Недавно он съездил туда, говорил с отцом убитого парня, узнавал у местных властей о ходе расследования. Журналисты поинтересовались, слышал ли он о предполагаемой группировке «Хутерские». Если была бы сильная группировка, наверное, я хоть что-нибудь слышал бы. Возможно, эта шумиха возникла из-за социальных сетей, где стало появляться много разной информации. На сегодня по делу об убийстве Ширзата Булата подозреваемыми признаны 10 человек. В городе уволили нескольких чиновников, в том числе Акима города, его заместителя и руководителя аппарата Акима Толгарского района. К другим темам. Три новых иностранных банка начнут свою работу в Казахстане. Об этом сегодня на заседании Мажелиса рассказала глава Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абулкасымова. Кроме этого, она высказалась по поводу запрета на выдачу онлайн-кредитов. Все подробности в материале Жанель Канедян. С приходом на казахстанский рынок иностранных банков в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка ожидают положительные перемены для казахстанцев. И в первую очередь это снижение базовой ставки. В скором времени свою работу на территории нашей страны начнут Южнокорейский финансовый холдинг и Банк Объединенных Арабских Эмиратов. Третий участник это Катр, который уже выкупил Береке-банк. Любая конкуренция приводит к улучшению качества предоставляемых услуг, к улучшению доступности финансовых услуг для потребителей. И тоже был сегодня вопрос, приведет ли это к снижению ставок и к повышению доступности кредитных ресурсов. Безусловно, это основной эффект, на который мы рассчитываем. Во время обсуждения законопроекта о недовольстве от депутата вызвал рост в случаях мошенничества. В агентстве говорят, что сейчас во всех банках создали антифрод-подразделение. Сотовые операторы тоже работают в этой системе. Тем временем дополнительно в Министерстве цифровизации хотят ограничить выдачу сим-карт до 10 штук на одного человека и выдавать номера казахстанцам через портал ЕГОВ. Все эти сим-карты должны быть зарегистрированы на физическое лицо и привязаны к МИ-коду того устройства, которое они используют. К коммерческим организациям, юрлицам у нас подход следующий. Они должны будут каждую сим-карту, которую будут включать в свои сети, предоставить информацию о том, как она будет использоваться. Это будет использоваться как коммерческий номер их сотрудника, либо это будет использовано для некой GSM-отслеживания автомобиля. Напомню, что сейчас казахстанцы могут самостоятельно через портал ЕГОВ отказаться от получения онлайн-кредитов. По информации агентства, с начала старта этой услуги ей воспользовались около 700 тысяч человек. Но учитывая численность населения в Казахстане, депутаты считают, что мера неэффективна, поэтому необходимо менять подходы. Мы предлагаем ввести автоматическую презумпцию несогласия, то есть онлайн-кредиты будут запрещены для всех. Но те, кто согласен брать онлайн-кредиты, заходят на портал ЕГОВ и ставят соответствующую отметку. В агентстве пообещали рассмотреть это предложение до следующего обсуждения законопроекта. Сегодня депутаты приняли его в первом чтении. Деятельность инфо-цыган нужно проверить. Такую инициативу озвучил депутат Мажелиса. Амтай Жеркенбек предлагает проверить работу коучей и блогеров, которые продают разные курсы, не имея даже соответствующей квалификации. При этом стоимость такого обучения может составлять несколько сотен тысяч тенге. Поэтому людям приходится брать кредиты и влезать в долги. Становится все больше людей, которые заманивают общественность пустыми обещаниями, распространяя через соцсети множество курсов и тренингов. Таких как «Покажу путь к счастью», «Помогу быстро разбогатеть». Инфо-цыгане используют психологические методы, чтобы убедить людей купить курс. Они зарабатывают миллионы через соцсети, при этом не платят в бюджет. Подобный случай произошел в Талдыкургане. Несколько женщин поверили обещаниям блогера, что после месяца обучения смогут зарабатывать миллионы на тендерах. Мама больна диабетом. Врачи хотели ампутировать ногу. В частной клинике обещали, что можно сохранить ногу, но нужно много денег. Тогда я увидела в соцсетях у известного блогера рекламу и подумала, может это знак. Я смогу зарабатывать на тендерах. Я взяла в кредит 500 тысяч, но обучения толком не было. А блогер сказала, что ни полиция, ни прокуратура ей ничего не сделают. Я увидела завлекающую рекламу этого блогера, что хорошая подработка для мамочек в декрете. Взяла кредит. Она нам столько всего обещала, а как деньги получила, ее тон сразу изменился. И знаете, она новую группу на обучение собирает. Я не хочу, чтобы такие же женщины, как я, поверили ей и были обмануты. Женщины обратились в департамент торговли и защиты прав потребителей. Там им помогли правильно написать заявление в полицию. Пока это сделали 9 человек, которые, в общем, заплатили блогеру почти 8 миллионов тенге. Если число пострадавших увеличится, иск против блогера подаст уже департамент. К событиям в мире. Сильное землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в Турции. Частично обрушились три здания. Информация о пострадавших не поступала. Все случилось в провинции Малатья. Здесь проживает около 450 тысяч человек. Во время подземных толчков испуганные люди в спешке выбежали из помещений. Занятия в школах отменили в целях безопасности. В Центр оказания экстренной помощи поступило 373 звонка. Чрезвычайная ситуация на контроле у местных властей. О чем еще говорят в мире сегодня, расскажем в нашем международном обзоре. В морозильной камере нашли останки пропавшей почти 20 лет назад девочки. Вопиющий случай произошел в американском штате Колорадо. Жуткую находку обнаружили новые хозяева дома. После его покупки наводили порядок и решили отдать нуждающимся оставшуюся от старых жильцов морозильную камеру. Когда за ней пришли, внутри нашли отрезанные руки и голову девочки. ДНК-анализ показал, что они принадлежат 16-летней Аманде Лэрил Оверстрит, дочери предыдущего владельца дома. Она пропала 19 лет назад. Полиция начала следствие. Очередное убийство мэра. В Мексике снова громкая расправа над чиновником. За месяц уже вторая. На главу города Канделария Локсича Романа Руиса Бохеркеса напали около дома. Люди в страхе шокированы. Говорят, это был один из самых лучших мэров. Он по-настоящему стремился сделать город лучше. Прокуроры обещают, что преступление не останется безнаказанным. Ранее в Мексике убили мэра другого города, Чельпансинга. Через несколько дней после его вступления на эту должность. А чуть ранее застрелили нового секретаря городской администрации. Президент страны Клаудио Шейнбаум пообещал обороться с бандами. И у нее есть план, как остановить преступление. Роскошные надгробия и памятники на кладбищах запретили в Кыргызстане. Указ подписал президент Садыр Жапаров. Власти говорят, люди при погребении усопшего возводят целые мавзолеи, устанавливают оградки из дорогих материалов. А это идет вразрез с религиозными традициями и обычаями. Приводит к демонстрации социального превосходства, что тоже может вызвать негодование в обществе. Теперь по новым правилам, взамен дорогостоящих памятников, рекомендуется устанавливать надгробия и деревянные оградки высотой до 70 сантиметров. Ультиматум выдвинули Израилю. США требуют принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в секторе газа. Чем угрожают американские чиновники и какой срок дали на разрешение кризиса, знает Зауреш Битимбаева. Израиль усиливает военное давление в секторе газа. Поставки продовольствия резко сократились после того, как израильские власти ввели новые таможенные правила для некоторых видов гуманитарной помощи. Почти месяц назад ситуация была лучше, чем сейчас. Почти каждые две недели помощь регулярно распределялась людям. С начала октября ничего не поступало. Мы закрыты со всех сторон. Цены на основные продукты резко выросли. Если гуманитарный кризис в секторе газа не разрешится до середины ноября, то США остановят поставки оружия Израилю. Об этом сообщили американские чиновники. Уровень помощи, поступающей в газу, очень низок. Вашингтон выражает обеспокоенность. Мы написали израильским официальным лицам письмо с требованием принять конкретные меры для разрешения ухудшающейся ситуации. Также представитель Госдепартамента отметил, что Ливан не должен повторить судьбу сектора газа. Мы видим, что Хезбулла продолжает действовать по всему Ливану. И Израиль имеет право защищать себя. Но что касается масштабов и характера бомбардировок, которые мы наблюдали в Бейруте в течение последних нескольких недель, мы ясно дали понять правительству Израиля, что они нас беспокоят. И мы выступаем против них. Но несмотря на позицию США, Израиль нанес удар по пригороду Бейрута сегодня утром. Очевидцы увидели два мощных взрыва. Кажется, ситуация только ухудшается. Вы видите перемещение людей, которые не могут найти себе место для проживания. Ранее Бейрут подвергался нападению 10 октября, когда два удара недалеко от центра города унесли жизни 22 человек и разрушили целые здания в густонаселенном районе. И вернемся к событиям в нашей стране. Работу у всех казахстанских ТЭЦ могут контролировать дистанционно. Специальная информационная система будет базироваться в Астане. С помощью нее Минэнерго будет мониторить все показатели теплоисточников, выработку, передачу тепла и электроэнергии. Государственная информационная система будет получать данные напрямую из промышленных систем, из самих энергообъектов и будет получать данные в режиме реального времени. То есть это в целом позволит опрозрачить и получать энергонадзору оперативные актуальные данные из первоисточников. В Минэнерго подчеркнули, что окончательную систему введут летом следующего года. К другим темам. Столичные врачи совершили настоящее чудо. Они вернули 18-летнему парню возможность нормально жить и работать. Дело в том, что юноша лишился сразу трех пальцев на руке. И наши хирурги их пришили. Все подробности этой истории сейчас расскажет Алишер Нурмагамбет. Решил помочь отцу, но по неосторожности оказался на операционном столе. 18-летний Руслан Исабай лишился трех пальцев. Сон уничтожился. Глаза кислки. Мои пальцы отрезала болгаркой, когда пилили дерево. Сейчас у меня хорошее настроение. Спасибо врачу. Каждый день приходят на перевязку. Завидующее отделение Махсут Ибраев отмечает, что подобные операции не уникальны. Но в Казахстане их делают далеко не везде. Это не делается широко и над этим нужно работать. Допустим, у нас в Астане это единственная клиника, которая это делает. Есть одна единственная клиника в Алмате, которая это делает. Больше в Казахстане этого не делает никто. Если случилось ЧП, в результате которого кто-либо лишился фаланги, то врачи говорят, выход из этой ситуации есть. Конечность можно спасти, положив ее в чистый герметичный пакет. Затем этот сверток разместить в другом пакете, со льдом. Но даже если сохранить оторванную фалангу не получилось, то вернуть пальцы на руке еще возможно, говорят врачи. Палец с ноги человека можно ампутировать и пересадить на место утраченного пальца руки. С согласия пациента Руслана Исабая мы можем сделать это в случае, если один из трех пальцев не приживется. Его операция прошла успешно. Большую роль играют профессионализм и современное оборудование в нашей больнице. Только с начала этого года в Столичном национальном научном центре травматологии и ортопедии провели 10 операций с пришиванием оторванных пальцев. Алишер Нурмагомбет, Лектис Умаров, Астана, Первый канал, Евразия. Павлодарские прокуроры выявили в психоневрологическом центре здорового человека. Надзорный орган подал иск о признании его дееспособным, и судебная экспертиза это подтвердила. Это беспрецедентный факт. Понесут ли должностные лица ответственность за содержание в специальном учреждении человека в здравом уме? Все подробности у Майи Шуакбаевой. Светлана всю жизнь провела в лечебницах. До 18 лет в учреждении для детей с нарушениями развития. А после еще 16 лет в областном психоневрологическом центре. Недавно по итогам медицинской экспертизы суд признал девушку дееспособной. Я не могла доказать врачам, что я нормальный человек. И врачи меня даже не слушали. Даже многие сказали, нянешь ты, ну да, почему ты здесь делаешь. Ты не больной человек и должна быть на боли. Это не свой дом как бы. Я говорю, ну а кому я могу это доказать? Светлане поверила только в воспитатель детского дома. Она полюбила девочку как дочь. По заявлению женщины прокуратура открыла проверку в областном психоневрологическом центре. И инициировала иск о признании Светланы здоровой. На протяжении этих 16 лет проходил курс лечения. И нам не установлено, когда оно было излечено. Привлеченные специалистами прокурорского проекта установлено, что динамика состояния здоровья была у пациента улучшена. Однако сотрудниками данного медучреждения не было на это обращено внимания. Картошка с мясом, винегрет, конфеты, кусочек сливочного масла, черный, белый хлеб и компот. Так выглядит примерный ужин каждого опекаемого в областном психоневрологическом центре. Сейчас здесь находится более 500 человек. Все они признаны судом недееспособными. Только законы представителей, директор психоневрологического центра или близкие родственники могут обратиться в суд, чтобы изменить решение. Если бы не помощь извне, Светлана бы продолжила жить здесь. Мы не видели основания. Дело в том, что психиатр весной и осенью ставила под диагнозу не обострение. Мы хотели, чтобы провели независимую экспедицию в другой области. Но нам было судом отказано. По итогам проверки прокуратуры, заместитель главного врача центра или от других должностных лиц получили дисциплинарные взыскания. Однако в профильном управлении не согласны с выводами надзорного органа. Мы не согласны именно с данной формулировкой о необоснованном содержании данного гражданина. Она была признана решением суда, Болгарско-городского районного суда, была признана недееспособной. Соответственно, с 2008 года по настоящее время, то есть по сентябрь текущего года, этот гражданин находился в медико-социальном учреждении на законных основаниях. Светлане невероятно повезло. Она живет у своей воспитательницы из детского дома, называет ее мамой. Говорит, главная мечта о свободе сбылась. По мнению девушки в центре, где она провела полжизни, еще много тех, кого она считает здоровыми людьми. Но за всю историю учреждения Светлана единственная, кого признали дееспособной. Прокуратура обещает продолжить проверку областного психоневрологического центра. Майя Шуакбаева, Схата Мамбеков, Павлодарская область, Первый канал, Евразия. Нашу рубрику «Народные новости» обратили жители поселка Утикенбатыр и Лийского района Алматинской области. Они просят обратить внимание на состояние дороги, ведущей в сельскую школу. Летом здесь провели новую канализацию, после чего заасфальтировали. Но с августа дорога стала проваливаться, и в ней застревают даже большегрузные машины, не говоря уже о школьных автобусах. В поселке побывала наш корреспондент Жанар Канафина и выяснила, почему коммунальные службы не могут решить проблемы сельчан. Вдоль улицы, которая проходит вдоль стадиона, начала проваливаться дорога, асфальт. Ее неоднократно засыпают, но не решают проблему. Если поначалу была только одна яма, то сейчас уже 3-4 в сентябре месяце провалился КАМАЗ уже. Вот такой добрый день. Улица Ажимуратова. Вот спортшкола, центральный стадион. Это школа номер 13. Однако даже такое ЧП не смогло хоть как-то сдвинуть решение проблемы. Власти стали только засыпать дорогу щебнем, но это ничего не меняет. Каждые две недели подсыпают, но результат вот вы видите сами. Здесь рядом находится школа номер 13, куда ежедневно возят по 3-4 раза в день детей. Соответственно, это все дальше обваливается, дожди пошли, еще больше провалилось. В августе яма была только здесь. Однако за два месяца она выросла и растянулась вдоль всей улицы на 30 метров. Пока мы снимали сюжет, прошли две школьные смены, а значит дети направились домой. Тяжело, заезжает, выезжает, постоянно толпина. Здесь вся дорога разбита, проваливается. Сколько машин уже провалились? В тот раз тоже как раз приехал, провалился машин. Компании ИЛИСУ заявляют, трубы, проложенные под асфальтом, целы, а значит дело в самом грунте. С этой стороны канализация просила, канализация трубы все скрыли, трубы все сухие. Я трубу просто грунт просил, мы уже скопали, обратно засыпали все это полностью. А насчет асфальта тоже акимата, у нас среди этого асфальта нет. Аким сельского округа тоже считает, что проблема возникла из-за весенних паводков и обещает вновь заасфальтировать дорогу. Весной у нас паводки были, большие паводки, зимняя вода выходила и из-за этого мы думаем, что просто земля просела. Еще одна загадка, которую не могут решить коммунальщики из ИЛИСУ, это грязная вода, которая бежит в кранах квартир некоторых домов. Сейчас сняли фильтр, получается, перед счетчиком, вот полностью, абсолютно, вот песок. Здесь даже что-то непонятно, я думаю. Ну а это все песок. Мы неоднократно уже начали ремонтировать стиральные машинки, бойлеры, прочищаем через день все фильтры, идет песок. Местный Аким обещал приехать и лично проверить воду в их кранах и дать нам письменный ответ. Ведь накануне только безопасность, но и здоровье людей, которые, к слову, исправно платят за получение чистой питьевой воды. Жанна Арканафина, Максим Шулепов, Алматинская область, Первый канал, Евразия. Если вы стали очевидцем интересного события или хотите поделиться проблемой, отправляйте свои сообщения, фото и видео на наш WhatsApp номер 8708-809-89 или через QR-код, который вы видите сейчас на своих экранах. И, возможно, именно о вашей истории мы расскажем в эфире главных новостей. Спортсменов под поп-ММА подозревают в вымогательстве денег. Детали знает мой коллега, ведущий обзор тревожных новостей, Ренат Абдулкаюмов. Здравствуйте. Спортсмены поп-ММА действовали в составе УПГ. Банда орудовала в Алматы и Алматинской области. Деньги вымогали у предпринимателей. Во время задержания у подозреваемых нашли ножи и некую сумму денег. Кто именно из бойцов переступил черту закона и сколько их не сообщается? Как итог, к какой лиге они относятся? На данный момент все арестованы. Идет проверка их причастности к другим преступлениям. Убийцы известного спортсмена Эльора Юнусметова ужесточили наказание. Об этой трагической истории мы рассказывали в прошлых выпусках. Напомню, 14 января этого года подсудимый приревновал свою жену к молодому бойцу ММА и застрелил его из обреза. После скрылся на машине с приятелем. Однако их быстро нашли. Суд первой инстанции приговорил убийцу к 13 годам тюрьмы. Однако апелляционная инстанция посчитала это наказание слишком мягким и увеличила срок до 16 лет. Решение относительно приятеля, которого судили за недонесение, тоже изменили. Вместо назначенных ранее трех лет ограничения свободы ему дали три года реального срока. Добавлю, что главный подозреваемый должен будет еще выплатить материальный и моральный ущерб. В деле о гибели 13 человек при пожаре в Алматинском хостеле началось главное судебное разбирательство. По информации гособвинителя, помещение, где располагался хостел, было предназначено для магазина. Арендатор установил там перегородки, сделал ремонт, но не привел его в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Внутри не хватало пожарных извещателей и оповещателей. Выходы на первом этаже были заблокированы мебелью, а двери подвала закрыты на замок. Из-за вышеперечисленного постояльцы вовремя не узнали о ЧП и не смогли покинуть помещение. Несмотря на версию прокурора, оба подсудимых вину не признают. Крупную партию вейпов обнаружили в одном из торговых домов Алматы. Запрещенный товар был спрятан глубоко под прилавком островка по продаже табачных изделий. При обыске полицейский нашли 5000 устройств для курения. Вейпы отпускала 42-летняя женщина. Ее арестовали. С учетом поправок в закон, которые начали действовать с 20 июня этого года, подозреваемой грозит штраф больше 700 тысяч тенге или до 50 суток ареста. Весь товар изъят. Расследование продолжается. Ангелы-хранители в форме. Полицейские области Абай спасли роженицу на трассе. Недалеко от села канонерка они заметили мигающий свет фары и поняли, что людям нужна помощь. Оказалось, мужчина вез свою сноху в роддом. У женщины уже отошли воды. Стражи порядка связались со скорой и сопроводили машину до контрольно-пропускного пункта, обеспечив быструю и безопасную доставку. Благодаря оперативности и слаженным действиям женщина вовремя добровалась до медиков и благополучно родила. К этому часу все толгать. Себе слово. Спасибо, Ренат. Я продолжу главные новости. В Петропавловске на деньги изъятые у коррупционеров построили коррекционную школу на 300 мест для детей с особыми образовательными потребностями. Прежнее было рассчитано на 110 человек, но из-за дефицита таких специализированных учреждений обучалось здесь вдвое больше детей. Теперь места хватит всем. Для проживания сельских ребятишек при школе есть интернат. Помимо основного курса ученики дополнительно будут заниматься пчеловодством, цветоводством, растениеводством, научатся азам швейного и столярного дела. В дальнейшем это даст возможность продолжить обучение в колледже по этим направлениям. Сюда переходит действующий опытный состав учителей. И со второй четверти мы предполагаем, что будем уже обучаться здесь. В североказахстанской области около 5000 детей с особыми образовательными потребностями. Для их родителей открытие такой школы – событие долгожданное. Эмоции переполняют. Это очень важно для нас, для наших детей. В этой школе созданы все условия для учебной части, для воспитательной работы. У меня ребенок учится в седьмом классе уже. Но, конечно, в той старой школе было и меньше помещений, и меньше таких просторных кабинетов, творческих кабинетов. Здесь очень много возможностей. Строительство этой коррекционной школы обошлось в 2,5 миллиарда тенге. За счет изъятых у коррупционеров средств в регионе возвели еще несколько объектов. Так в области решили проблему аварийных учебных заведений и устранили дефицит ученических мест. 16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Ежегодно в нашей стране производится больше 500 тысяч тонн свежего хлеба. Некоторые его виды едят только с первыми и вторыми блюдами, другие лакомятся в качестве десерта к чаю. Наименование этого чудесного продукта в стране сотни, и каждый делает на свой вкус. Юлия Волкова попыталась узнать для вас секрет самого вкусного хлеба. Жизнь хлебобулочного изделия начинается именно в этом цеху. Вот такая емкость, она называется танк. Здесь у нас вызреваются дрожжи для будущего теста. Вот они сейчас уже практически готовы, поднялись, и оказывается, эту смесь можно даже продегустировать. Давайте попробуем. Кислое, как квас, и чем-то похоже на персиковое пюре. Вкусно, в принципе, можно разбавить водой, и получится вполне себе прекрасный напиток охлаждающий. Но лучше вместе с мукой, водой, солью, сахаром или другими добавками замесить тесто. Ежедневно только на этом заводе пекут 50 тысяч самых разных буханок. У нас очень широкий ассортимент и для диабетиков, и для тех, кто старается поддержать свою фигуру фитнес-хлеба. И бездрожжевые виды хлебов, ржаные, ржано-пшеничные. Но, конечно, основа – это наши удивительные закваски, заварки, которые мы сами выращиваем в нашем дрожжевом хлебе по уникальным советским технологиям. Завод работает круглосуточно. Тесто замешивается, отправляется на конвейер, а потом и в печь. Пропекают буханки в среднем при температуре в 200 градусов. Им дают остыть, запаковывают и отправляют на прилавки. Но иногда все же хочется, чтобы на стол попал хлеб еще теплый. Тут уже к пекарням. Это работает в селе Мичурино уже 17 лет. Хозяйка пекарни и ее муж переехали из города в село и начали новую жизнь. Я стала печь батоны, булочки прямо у себя в плите. Потому что надо было как-то выживать. Тем более у меня дочь училась в университете. Сын школьник еще был. Открыла магазинчик маленький. Потом расширялась, расширялась. Потом купила вот это здание. Оно было тут трястяны только. Сейчас здесь работают несколько пекарей. Ночной смены нет. Для села хватает и дневной партии. Сразу делают и хлеб, и булочки, и печенье. Пекари говорят, удержаться, чтобы не попробовать свежеприготовленную выпечку, почти невозможно. И вот почему. Пахнет на всю деревню, когда пекем. Мы вот в окошко видим, тортик понесли наш. За булочками пришли, хлебушек берут. Хлеб – важный продукт для всех народов. Но готовят его по-разному. Буханки, лепешки, багеты, баурсаки – все виды хлебобулочных изделий сегодня собрали на ярмарке в Кустанае. Это действительно является достоянием всего Казахстана. Пекарни Кустанае, которые предлагают жителям города, гостям города, то разнообразие, которое представляется различными культурами, проживающими этносами, проживающими в Кустанайской области. В общей сложности сегодня на ярмарке участвуют 10 предприятий. Хочется поблагодарить участников ярмарки и пекарни города Кустаная за то, что активно отлипнулись, приняли участие в ярмарке. Всемирный день хлеба здесь прошел под эгидой недели духовного согласия. Такую ярмарку кустанайцы организовали в первый раз. Но после потока посетителей решили, что не в последний. Юлия Волкова, Еркеул Антой Болдин, Первый канал Евразия. Свежий выпуск программы «Каймак» готов к эфиру. Причем в этот райос пресс нашей съемочной группы практически совпал с визитом одной высокопоставленной делегации. В этом селе всего примерно тысяча жителей. Но давайте посчитаем социальные объекты. Моя голубая мечта была – это когда-то построить плавательный бассейн. Я думал, в топ-10 или даже в топ-5. Мы сначала сдали его, потом, когда он подошел, мы поздоровались. Я горжусь, что я жила в таком селе, где вот приехал президент. В новом налоговом кодексе планируется предусмотреть льготы для бизнеса, вкладывающегося в науку. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмедзаки. В научно-технической комиссии выдаются три разных допуска. Один, если бизнес выделяет финансирование только на науку. Второй – на развитие конструкторских систем. Третий – на финансирование научных центров. В соответствии с этим налоговым кодексом предусмотрены льготы. В настоящее время мы работаем с бизнесом в этом направлении. В настоящее время вопрос предоставления льгот бизнесу широко обсуждается с Министерством финансов. Принято правило предоставления льгот. Это определено и в новом законе о науке и технологической политике. В Астане состоялись проводы призывников. 45 будущих солдат сегодня отправятся в Шимкен для прохождения срочной службы в сухопутных войсках. Ребята торжественной обстановки проводили представители Министерства обороны, ветераны воинской службы, сотрудники Акимата и несколько сотен школьников и студентов будущих солдат казахстанской армии. Призыв еще идет. На данный момент мы полностью пополнили молодым составом ряды погранслужбы и госорганы. Что касается сегодняшнего большого мероприятия, оно организовано в честь дня рождения народного героя Казахстана Рахимжана Кошкарбаева. Проводим молодежь торжественно, чтобы поднять дух патриотизма. Служба в армии – почетный долг настоящих мужчин. Во время праздничных проводов военнослужащим срочной службы, участвовавших в противопаводках в мероприятиях, вручили подарки от министра обороны. Также увольняемым запас солдатам, которые показали себя лучше всех, вручили сертификаты на поступление в ВУЗ. Это были главные новости на Первом канале Евразия. Пусть в вашем доме всегда будет спокойно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова